всем привет добро пожаловать в мою оранжерею ну вот наконец и в моей оранжереи появилась такая красотка мединила на эту покупку у меня конечно же сподвигли мои подписчики за что я и хочу сказать спасибо потому что растение конечно очень красивое оно даже когда и не цветет очень эффектно смотрится ну а когда и зацветет это будет со всем сногсшибательно не знаю как у вас но у нас у нас уже сегодня 30 октября и уже довольно таки холодно у нас уже практически зима и такую красавицу конечно уже через интернет не закажешь нигде вот пришлось съездить свой любимый садовый центр который я вам уже показывала в своем ролике там очень хороший выбор растений и даже там всего было двое цепляр от этого растения вот я выбрала конечно же один самый лучший и вот мы приехали домой и конечно же я хочу рассказать вам немножко подготовилась и расскажу как где она произрастает что она любит в общем все сейчас расскажу и конечно же обратите внимание какое крупное растение вообще просто классно я конечно очень рада мединила на планете встречается на ограниченном количестве территории на островах малайского архипелага и в тропических широтах африки данный род включено несколько сотен видов растений но однако в домашних условиях как правило выращивать всего один вид этой красавицы мединилу величественную или великолепную как ее еще называют магнифика это растение относится к вечно зеленым видом кустарников достигающих природе около двух метров высоты хоть это растение и достаточно крупная но она очень нежно то есть его очень легко сломать интересно также что это растение является полуэпифитным и конечно же особое внимание мы даниила привлекает к себе прекрасными цветками если посмотреть на цветущее растение то первое что можно заметить это яркие необычной формы полосатые прицветники окрашенные в розовый цвет форма такого прицветника похожа на ладью а его длина составляет 10 сантиметров а под прицветниками находится огромное количество очень маленьких цветочков имеющих насыщенный розовый окрас и все вместе это же конечно смотрится очень эффектно и красиво температурный режим она предпочитает от 20 и 25 градусов тепла это довольно таки теплолюбивое растение не терпит с возникло во первых и не любит когда ее поворачивать то есть у нее должно быть свое место как и у других растений майданила очень светолюбиво ее можно поставить на самое светлое место в квартире в доме но она не терпит прямых попаданий солнечных лучей если место такое в общем-то солнечное да то лучше ее притенять конечно другими растениями или чем-то другим то есть занавеска какая-то там еще что-то как поливать маденилу маденилу поливать нужно по мере пересыхания примерно на половину горшочка она не терпит перелива и она не терпит также и засухи нужно выбрать и золотую середину но когда эта красавица закладывает бутоны и ее нужно конечно полить все-таки побольше потому что она требовательно больше влаги когда она набирает предсветники потому что предсветники у нее я уже говорила очень большие так как это растение из влажных тропических лесов она конечно же предпочитает влажность воздуха что и для нее очень важно ее нельзя ставить рядом с батареями если в зимний период и создать конечно вокруг нее какую-то влажную среду то есть это можно просто поставить ее допустим больше поддон берем насыпаем туда либо крупный песок либо керамзит наливаем туда водички и ставим этот горшок вот на этот поддон с керамзитом это кстати очень хорошо и эффективно потому что идет испарение и как раз для растению все что нужно получается или также можно ее опрыскивать но из мелкого поливизатора но когда меденила у нас цветет нужно не попадать водичкой на соцветие только на листву и еще такой момент вот у меденила есть вот такие вот выступы просто такие вот вот желательно тоже вот почему из мелкого поливизатора потому что они должны вот распределяться мелкая мелкая да вот это вот капельки водички и они ни в коем случае не должны вот здесь вот потому что может загнить потом потому что у нее вот здесь вот молодые до листочки а вот где-то если посмотреть посмотрите вот допустим под здесь у него видите как вот здесь точно может быть загнивание если конечно у кого-то есть увлажнитель воздуха то конечно же тоже будет хорошо рядом расположить с ней увлажнитель воздуха. И хочу сказать, конечно же она любит, раз это цветущее растение, она требует подкормок. В подкормки вносить в нее раз в 2 недели для цветущих растений. Ну конечно в зимний период конечно можно сбавить подкормки, можно оставить для какую-то дозу небольшую, а весенне-летний период ее нужно так хорошо подкормить. По вредителям все то же самое, что и относится и к другим же растениям. Также это паутинный клещ и другие вредители. А вообще меденила, она больше всего болеет от неправильного ухода. Я считаю, что меденила очень хорошо вписалась в мою оранжерею. По поводу пересадки, я конечно ей дам время адаптироваться, я ее трогать не буду до весны. А потом я ей куплю красивый керамический горшочек и ее пересажу. Она у меня просто сидит в своем кашпо в таком магазине. Я ее просто поставила вот в такое кашпо и все. И трогать я уже сказала до весны не буду. А вообще меденила очень любит рыхлый грудь. Это не первое, но думаю и не последнее растение, которое мне посоветовали подписчики. Так что пишите, советуйте. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры.